У депутатов Московской областной думы региональная неделя. В эти дни они работают в своих избирательных округах, проводят встречи, приемы, посещают социальные объекты, проверяют ход исполнения государственных программ. Владимир Шапкин приехал в Шелковскую библиотеку номер 4 в микрорайоне Бахчеванджи. В прошлом году учреждение отметило 40-летний юбилей. Здесь был сделан ремонт, полностью заменили мебель. В таких условиях хочется и работать по-новому. В этом коллективу поможет подарок депутата – новый телевизор. Мы попросили и в лице нашего руководства, чтобы телевизор нам для работы. И вот не прошло даже двух недель, как уже говорится, мечта сбылась. Но, знаете, это сегодня требование времени, жизнь ускорилась. И нам все время Андреевич Воробьев, наш губернатор, говорит, сегодня запрос у жителя такой – качество. И сейчас, и сегодня. Да, да. Ну, так и получилось, что сейчас, и сегодня. Библиотеки активно меняют свой формат, применяют новые формы работы. С помощью большого монитора здесь можно будет проводить кино и мультпоказы по линии областного министерства культуры. Презентации, потому что если у нас на компьютере, во-первых, там мелко, и всем не видно, и мы стараемся там посадить перед компьютером, где-то что-то лучше увидеть, показать. Теперь у нас есть большой экран, и мы можем делать презентации на большом экране. То есть это очень востребованное. Уже несколько лет Думский комитет по имущественным отношениям природопользованию и экологии совместно с Общественной палатой Московской области и региональным отделением российского экологического общества проводит конкурс «Эко-Подмосковье». В этом году он прошел с особым размахом. Было прислано 1800 работ. Решающим фактором была экологическая направленность и глубина данного вопроса или темы, которые дети раскрыли в идее самого рисунка. Вот таких мы выбрали 60 из 1800 и 36 видеороликов и других, так сказать, работ. В числе победивших оказались и щелковские проекты. Владимир Шапкин поздравил и вручил награду и подарок ученице школы искусств имени Розума, 13-летней Жене Петровой. Участвовало у меня 26 человек. Из них 18 прошло в 200 лучших работ отобранных. Ну вот из них одна выиграла. Я нарисовала книгу, в которой был нарисован мир, который бы я хотела, чтобы был на данный момент. А сзади него то, что происходит сейчас, загрязненный воздух и земля вся в мусоре. Расскажи, что написано было в книге. В книге было написано «Оставьте, дети, мне только картинки», чтобы будущее поколение после нас уже смотрело, не смотрело на то, каким был мир только в книжках. Второй раз участвовала в конкурсе ученица лицея номер 7 Елизавета Штунова. Лизе 9 лет, но этот совсем еще не взрослый человек уже имеет свою, как сейчас говорят, активную гражданскую позицию, о чем свидетельствуют награды многочисленных конкурсов. И тема экологии ее волнует не первый год. Владимир Шапкин поздравил Лизу в присутствии ее учителей и одноклассников из 4-го А. Я летом прочитала книгу «Мифы Древней Греции», и мне очень понравилась легенда о богине природы. Я решила нарисовать ее, какая она есть, нежная и яркая. Каждый из нас должен понимать, что мы должны беречь экологию. А еще в лицее номер 7 Владимир Шапкин посетил школьную столовую и проверил качество питания. Напомним, по указу президента горячим питанием бесплатно обеспечиваются дети с 1 по 4 класс. Недавно в меню появилось новое блюдо – пельмени. Как пельмени? Очень, очень. С удовольствием? Да. Пельмени вошли в меню в качестве эксперимента после исследования, проведенного Министерством образования. Результатом заинтересовался и губернатор Андрей Воробьев, о чем сказал в ходе ежегодного обращения. Как раз было голосование. И один из вопросов звучал примерно так, что бы вы еще хотели и у родителей, и у детей. Пельмени заняли первое место с большим отрывом. Однако такое простое, казалось бы, блюдо подходит не для всех школьных пищеблоков. Пельменями будут кормить только там, где есть возможность их приготовить на месте и подать оперативно и горячими. В лицее номер 7 пищеблок оборудован всем необходимым. Зато результат новые введения и учителя, и депутат увидели своими глазами. Дети сегодня... Сегодня очередь была задобавка. Они, кажется, заходили ко мне в кабинет. Татьяна Юрьевна, спасибо. Конечно, с радостью восприняли это новое введение, и тем более это будет каждую пятницу внесено в меню. Работа Владимира Шапкина в избирательном округе продолжается. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.